Активистов детских и молодежных громадских объединений, органов школьного самокирования, юных журналистов Гомельщины сегодня собрал 8-м областных форум «Лидеры 21-го года. Новый формат». У Гомельщины протягивается республиканский форум «Скарына и наш час», который проходит на базе Державного университета имя Франциска Скарыны. На Гомельщине не зарегистровано ни водного выпадка захворывания на грипп. Разом с тем рыхтоваться до его необходимо уже сейчас. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступая за жорсткое нормирование выдатков жильево-коммунальной господарки. Про это он заявил сегодня на республиканском семинаре об досконалении и развитии жильево-коммунальной господарки краины. По водле его слов сегодня у Галине сделано многое в плане снижения саби-кошту, повышения якости послуг и развития технологии. То, что 66% населинства республики становча оценивая працу жильево-коммунальных службов у своем районе, городе, это уже не адренна. Не треба забывать, что маль третья пытанных дае ее негативную оценку. По значности для населинства это пытание займают с другого места после занятости. И пока украине чудная крытыка у дочинения до системы, супакойваться рано, подкреслю президент. Керауник державы так само зарабил акцент, что тарыфы на жильево-коммунальные послуги повинны быть подъемными для народа. Нельга будоражить населинство размовами об 100% компенсации кошту послуг литерально с завтрашнего дня. Гэтае пытание у тымлику и политычное. Спешка тут недопущальная, а значил президент. У Гомели протягивается республиканский форум «Скарына и наш час», який проходить на базе державного университета имя Франциска Скарыны. Так, навучальная установа святкуя 500 годзе белорусского книга-друкованья. Затым, як сучасные студенты друкують текст Скарыны на дравляном станку. Назірала Ганна Каральчук. Ведучие навыковцы адукационных центров Беларуси, России, Украины и Польши приехали в Гобель, как бы мерковать питание, связанное с жизнью и деятельностью белорусского першодрукара. Однако встреча за круглым столом – это только частка республиканского форума. Для удзельников подрыхтовали насыщенную культурную программу – спектакль Народного студентского театра по пьесе Ивана Штейнера «С покушэння Скарыны», выставы редких книг, а так само интерактивную гисторичную пляцовку. Усюга это для того, каб лепш познайомяцца с постатцю Франциска Скарыны и его укладом не только у книга-друкованья, а ле и у холг истории. Как я знаю, Хомельский университет организует систематические конференции, которые присвящены себе Франциска Скарыны, связанные полностью с тем, что он занимается патроном университета. И это важно, потому что навыковцы публикуют потом разные материалы, артыклы, монографии, присвященные Скарыны. И это такая находа, каб сучасный молодой человек познайомился с этой постатцю, и ближе я ее познал. Клуб хисторичной реконструкции «Белый крыш» рассказал гостям про то, как у Скарыновские часы рыхтовали чернила и робили паперу, а так само показали, как працует драуляный станок для друку. Студенты сами напередать не зробили аркуш паперы и отиснули на им один из текста белорусского першедрукара. После этого ректор университета урочисто открыл кабинет Скарыны, аудиторию которой будут заниматься студенты филологического факультета. Многие до сих пор недоумевают, почему именно Гомельский университет носит имя Франциска Скарин. Казалось бы, логичнее, чтобы это был университет в Полоцке, но об этом можно говорить или можно рассуждать, но причина состоит в том, что в нашем университете многие годы работала лаборатория, которая изучала наследие Франциска Скарина. Возглавлял ее когда-то профессор Аниченко. И вот в нужное время, в нужном месте оказались наши гомельские ученые, и они предложили присвоить имя Франциска Скарина нашему университету. Республиканский форум «Скарина и наш час» протягнется до 21-го Кастричника. Ганна Коральчук, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Активистов детячих и молодежных громадских объединений, органов школьного самокерования, юных журналистов Гомельщины сегодня собрал 8-й областный форум «Лидеры 21-го Стагодзя. Новый формат». Мероприемство проводится с метой поддержки новых инициатив, створения умов для включения энергичных и знаходливых школьников в громадскую деятельность. Вероника Ворошилина, Володая, под обязанностями. Самых инициативных, активных и творчих подлетков, что год сбирая областный форум лидеров, детяших и молодежных громадских объединений, органов школьного самокерования, лидеры 21-го Стагодзя «Новый формат». Все лет он проходил в рамках тыдня у Столевого развития 2017 и реализации державной программы «Адукация и молодежная политика». У делу форума приняли больше, как сотни подлетков из всех путков Гомельской области. Они обмерковали актуальные пытания, идеи и инициативы, накерованные на побудову у Столевого и гармоничного громадства. Так само наметили планы по их реализации, прозакции, мероприемствам и шматлике. Цековые проекты уже у своих районах. Практика показывает, что проекты, которым был дан старт на форумах лидеров, они имеют свою жизнь. И в частности, вот проект, инициатива, которая начала реализацию на седьмом форуме лидеров, это областная эстафета акции «Голос молодых, мы хотим, чтобы нас слышали», она получила свое продолжение. В течение всего учебного года советы старшеклассников области встречались со своими сверстниками. Был оформлен молодежный вестник с актуальными призывами к обществу, к молодежи. И на выходе мы получили очень красивый молодежный календарь, который мы сегодня будем презентовать и вручать на форуме. По часу рожистой частки отбылось узнагороджение переможцев областной эстафеты акции «Голос молодых, мы хотим, чтобы нас чули». До речи, за годы проведения форума, его удельниками было разлежено немало сурвезных тем, которые знали свою реализацию. Например, все лета молодые лидеры с успехом житявляли проект «Белорусский ренессанс», накированный на популяризацию нашей национальной культуры. Это была работа по станциям. В каждой станции имела свое название и свою идею. Ребята, школьники 1-4 класс, приходили к нам, и каждая станция рассказывала свой вид деятельности. Например, была такая станция, как «Белорусская мода». «Белорусская мода» рассказывала детям о белорусских национальных костюмах, о новых предпочтениях, какие у нас известные модельеры и так далее. Да, еще были станции, например, «Белорусский игр», где ребята приходили и играли с нашими ребятами-лидерами в различные и национальные белорусские игры, в перинациональные белорусские песни. А также была такая станция под названием «Белорусские легенды», в которых ребята узнавали о замках, о каких-то их легендах и были заинтересованы в этом. Ахужить свои самые смелые инициативы удельники 8-го областного форума лидеров смогли подшать дискуссии в автоматичных секциях. Одна из таких пляцовок объеднала юных журналистов Гомельщины. Уликуя и спикеров был наш коллега, автор ведущих программ телерадиокампании Гомель Александр Гамоля. И он распавел подлеткам про особенности сучасной телекухни. Ключевая увага была прикована для детского эдукационного проекта «Классный час», который на телеканале «Беларусь-4» выходит за делом юных дрований у нашего региона. Школьники проявляют себя в написании текстов и подрыхтовцы репортажа, выступают у якости ведущих программы. Подчас автоматичной дискуссии удельники областного форума так само доведались, как реализовать свой творчий потенциал у сферы телеиндустрии. Вероника Врашелина, Валерий Гапанико, телерадиокампания «Гомель». По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, на сегодняшний день на Гомельщине не зарегистровано неводного выпадку захворвания на грипп. Разом с тем рыхтоваться до его необходимо уже сейчас. С рекомендациями медиков и пропонуемым лековым ассортиментом ознайомился Олег Синцерову. Медики кажут, что вирус гриппа иснует на протягу всякого года, але выпадки захворвания на его весной летом и осенью вельми редкие. По великим рахункам ситуация начинает выкликать тревогу уже у снежни. Пик захворвимости, звычайно, припадает на студень лютый. Уже некаких годов подбегнуть эпидемию допомагают прищепки. Як чекается до конца наступного месяца, их заробить 40% уже хоров в области. Зараз, гатая лишь бакаля, 16%. Возможно, циркуляция нового вида, мичиган, новый вид вируса гриппа. И хочу сказать, что данный вид вируса гриппа вошел в состав вакцины. И население, которое будет прививаться, оно будет защищено даже против этого нового вируса. Сирот в острых респираторных инфекций доля гриппа, звучайно складая, около 17%. Небеспеченность этой хворобы у тем, что при неправедном лечении и в уголе его отсутствия, она может давать достаточно тяжкие ускладнения. У аптеках в области до початку сезона захворемости готовы уже зараз. Практично половая леков у аптеки белорусской вытворчести. При ожидании можно набыть и замежный аналог, а он, звичайно, в 2-3 раза дороже. Для приклада, аналогичный по составу французский тераплю и белорусский арвиколд. Первый каштует 12 рублей 60 копеек, другой 6.10. У этом году у двух аптеках Гомеля начали реализацию пилотного проекта электронной чарги. Идею переняли в банковской системе. Каждый наведывальник отримывал властный талон с номером, по яким его выкликаются до конкретного продавца. Это позволяет удалить каждому покупнику максимальную количество часов, гарантуя анонимность и дает махчимость подбегнуть чергов, что особенно актуально подчас эпидемичных ситуаций. При этом у предприемской фармации звертаются увагу. За последние два года по рекомендации Министерства охоты здоровья створен список больше 1300 леков, цены на которые не вздымаются. Что-то с ассортиментом, то он так само не маленький. Ежегодно на областном аптечном складе и в аптечной сети предприятия создается неснижаемый запас лекарственных средств, применяемый для профилактики простудных заболеваний. Это различные группы препаратов. Ежедневно контролируется наличие лекарственных средств в аптеках предприятия. И если вдруг какой-то подъем спроса, то предприятие размещает дополнительные заявки поставщикам, и мы получаем дополнительные лекарственные средства. Перебоев с лекарственными средствами не будет. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». На Гомельщине отримливое распоосудживание новое на керунок развития рынка загородной нерухомости. У приватности уже в ближайший час у пригорода Гомеля з'явится жилый комплекс таунхаусау. Подробностей темы у Татьяны Болгавой. Таунхаусы – новый этап развития рынка загородной нерухомости Беларуси. Такий тип жилья, який, сполучая одразу комфорт кватеры и коттеджа, довольно популярный в Европе. Попыт на его есть и сирот наших покупников. Поселок Юбилейный находится недалеко от Гомеля. Вось на гэтой пляцовце зараз управление капитального будовництва Гомельского района узводит таунхаус на пять кватер. По проекту тут запланованы ясче два таких дамы. Новый современный вид строительства. По заявке, опять-таки, людей, которые хотят иметь немножко больше, чем квартира. И при доме имеется еще земля. То есть этот таунхаус – это обыкновенный дом от пяти квартир. Экскизы уже есть. Сегодня уже коробка возводится, уже не заканчивается. Там квартира состоит два этажа. С выходом на мансарду – это на третий этаж. Возле дома будет три сотки земли. Зеленая лужайка, там мангал. Территория дома будет огражена. Будет виде наблюдения дома. И, опять-таки, по квартирное отопление будет современный котел стоять. Треба додать, что агульная площадка квартиры у таунхаусе складает 138 квадратных метров. А кошт одного квадрата у таким доме ненамного перевышает его кошт у звичайной квартиры у шмат поверховцы. Первый таунхаус планует сдать у эксплуатацию у початку 2018 года. Как означают специалисты, у Гомеля уже есть опыт будовництва таунхаусов. Однако проект по взведению конкретно этого жилого комплекса запазычен айчинными будовниками у российских коллег. Татьяна Болгова, Яугин Макеенко, Телерадо и компания «Гомель». Мы протягиваем Сочи за найбуйнейшей падеей у сферы международного молодежного взаимодействия с усветным фестивалем молодых студентов, який проходить у Сочи. Яго удельниками стали больше, как 20 тысяч молодых людей со 150 краин света. Республику Беларусь представляют 300 человек. 25 их – делегация Гомельской области. Наши земляки поделились своими уражениями от фестиваля у эксклюзивных онлайн-интервью. Доброе утро, Гомель. Меня зовут Максим Кирьянов. Я нахожусь на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Сейчас в Сочи плюс 20 градусов. Я хочу показать вам, из чего состоит наш день на фестивале. Огромную помощь в нахождении на фестивале нам оказывают такие люди, как волонтеры. И сейчас со мной находятся волонтеры из города Томска и зовут ее Сабина. Уууу, ветер! Сейчас позади меня находится вход в главный медиа-центр фестиваля, в котором проходят интересные мастер-классы, расположенные в выставке многих стран. И проходят встречи с интересными людьми. Сейчас мы с вами пройдем на выставку нашей страны, Беларуси, на которой собирается всегда огромное количество людей, которые интересуются нашей страной, которые поражаются нашей культуре, которых очень интересует сама наша страна. Сейчас позади меня находится стенд, на котором показаны разработки белорусских ученых, победителей и финалистов конкурсов «100 идей для Беларуси», победителем которого я и являюсь. Сейчас я покажу вам свою разработку. Это перчатка для реабилитации после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения, которая представлена здесь и вызывает довольно большой интерес посетителей нашей выставки. Привет, Гомель! Сегодня уже седьмой день, как молодежь Гомельщина находится на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. За эти дни мы посетили очень много площадок, встретились со лучшими спикерами мира. Основной посыл здесь – поднять те проблемы, которые присущи любой стране, развивающейся, развитой, неважно. У всех одни и те же проблемы. Это проблемы голода, проблемы бездомных, проблемы заболеваний, к сожалению, от которых сейчас не нашли еще пока лечения. Здесь это самая главная тема. И основная цель, чтобы каждый молодой человек, а здесь их более 25 тысяч, когда приехал домой, задумался о том, что он делает, как он делает и что он еще может сделать, чтобы эта жизнь была лучше. Гэты, а так само иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова